Христианство. Это крупнейшая в мире религия, ей почти 2000 лет, и она очень разнообразна. Иногда она выглядит так, а иногда вот так. Как так получилось? Сразу после того, как Иисус вознесся на небеса, Он оставил 12 апостолов, ответственными за все до Своего возвращения. Когда Он вернется? Ну, Он сказал, что им не надо об этом знать, но все точно знали, что Иисус вернется. В день Пятидесятницы апостолы получили Святого Духа, который позволил им проповедовать Евангелие на разных языках. Итак, они живут вместе, как одна большая счастливая семья, и проповедуют людям. Их численность начинает резко увеличиваться. Они поклоняются в храме. Еврейским лидерам храма не очень нравятся эти новые последователи Иисуса, поэтому их начинают преследовать, а некоторых из них даже убивают, начиная со Стефана. Одним из таких людей, преследующих христиан, был Саввл из Тарса. Он говорил, «Христианство – это кринж, заставьте меня передумать». Он передумал. И изменил свое мышление. И свое имя. Теперь его работа заключалась в том, чтобы проповедовать христианство повсюду, а не только евреям. Он посетил много разных городов и начал проповедовать язычникам, то есть людям, которые не являются евреями. Возникает вопрос, является ли христианство еврейским? «Да», сказал Петр. «Нет», сказал Павел. «Кто же прав?» Павел прав. Не нужно становиться евреем, чтобы стать христианином. Кстати, в итоге Бог подправил и мышление Петра. Здорово. Теперь мы разобрались в христианстве. И как раз вовремя, потому что люди продолжают верить, что Иисус вот-вот вернется. «Брат, я так рад, что у нас есть апостолы, которые могут нас учить!» «Ой, подожди, нет, они по очереди умирают!» «Скорей, надо сохранить их учения!» Итак, люди начинают сохранять учения и Писания и компилировать их в то, что в конечном итоге стало новым заветом. И хорошо, что у нас есть новый завет, потому что во II веке появилась целая куча странных еретиков и раскольнических группировок. Гностики, которые ненавидят мир, маркианиты, которые ненавидят большую часть Библии, монтонисты, которые иногда сходят с ума, и докетисты, которые думают, что Иисус был слишком мощным, чтобы быть человеком. В то же время отцы церкви, преемники апостолов, могли использовать новый завет как щит от этих ересей. Официально бороться с этими еретиками было довольно сложно, потому что, если помните, христианство по-прежнему было вне закона, если только вы не живете в Армении. А в Риме оно незаконно. Однако, сложно было оставлять его вне закона, потому что люди продолжали обращаться. Не волнуйтесь, император Константин решит эту проблему. «Ой, подождите, нет, он же сам только что обратился. Теперь он хочет, чтобы все были христианами, поэтому собирает всех христианских лидеров в Никее, чтобы прояснить, что такое христианство». «Мы поклоняемся Иисусу, потому что он Бог», — говорят почти все. «На самом деле, — говорит какой-то человек по имени Арий, — Иисус подобен Богу, но он все равно создан Богом. Было время, когда Иисуса не существовало». «Брат, это ересь. Иисус поистине Бог», — деликатно разъяснил Никейский собор и отправил Ария в ссылку, написав тезисы, излагающие основы христианства. Арияне все пытались пробраться обратно в церковь, но святой Афанасий сумел отстоять истинную веру, хотя порой и был против всего мира. «Прекрасно, теперь мы точно разобрались с христианством». Шутка. Нам нужен второй собор, чтобы прояснить то, что было решено на первом соборе. Святой Дух также является Богом, а Иисус также полностью человеком. Последнее было важно подчеркнуть, потому что один парень думал, что Иисус имел человеческое тело, но божественный разум. Ладно, его выгнали, и теперь мы точно разобрались с христианством. Мы знаем, что Иисус одновременно истинно человек и истинно Бог. И тут какой-то мыслитель по имени Несторий говорит «Да, но человеческое и божественное – это совершенно разные вещи, поэтому нам придется их разделить. Человеческая часть Иисуса – это не Бог, и Мария родила Иисуса человека, но не Иисуса Бога». «Брат, это ересь», – сказал Кирилл Александрийский. «Весь смысл христианства в том, что Бог сошел, стал человеком и умер за нас». Поэтому был еще один собор. Кирилл победил, а Нестория выгнали. На соборе было решено, что Мария – Богородица. Но некоторые люди все еще поддерживали Нестория. Их можно было бы объединить в деноминацию. «Ну хорошо, мы знаем, что человеческое и божественное в Иисусе неразделимо. Теперь-то мы разобрались с христианством». Люди действительно хотели избежать ошибки Нестория и не разделять человечность и божественность Иисуса. Поэтому они сказали, что человечность и божественность едины в одной природе. «Подождите, Иисус один человек, но у него две природы? Это Несторианство». «Нет, это не так. Это именно так. Нет, у Иисуса две природы. Мы не можем разделить их, как это сделали Несториане, но и смешать их в одно, как вы это делаете, тоже нельзя. У него две природы, и они объединены в одном человеке». Проводится еще один собор, и сторонники идеи о двойственной природе побеждают, а сторонников другой идеи прогоняют. Но некоторые по-прежнему поддерживали сторонников единой природы, потому что считали Халкидонский собор глупостью. Их можно было бы объединить в динаминацию. Итак, у Иисуса две природы – человеческая и божественная. Мы не можем их смешивать или разделять. Святой Августин еще уточнил, что нам нужно полагаться во всем на Бога. Теперь мы разобрались с христианством. Хорошая новость. Теперь быть христианином – это круто. Плохая новость. Многие люди становятся христианами только потому, что это круто. «Брат, это отстой. Мне так надоело вся эта фальшь». Говорят так называемые истинные христиане и уезжают жить в монастыри, чтобы показать, насколько сильно они христиане. Там они часами молятся, отрекаются от себя и поют григорианские песнопения – новый популярный стиль музыки, созданный Григорием. Тук-тук. Это Мухаммед. Он вежливо просит всех стать мусульманами. А когда это не помогает, он просит менее вежливо. Таким образом, мусульманство быстро распространяется и армии захватывают множество бывших христианских земель. И если вы не мусульманин, живущий в мусульманской стране, вам нужно платить, чтобы не быть мусульманином. Христиане подвергаются многочисленным гонениям. Поэтому было очень важно, чтобы христиане держались вместе и защищались от мусульманских империй. Было необходимо, чтобы христианство оставалось единым, несмотря на культурные различия. А помните Никейский символ веры? Документ, в котором говорится, что такое христианство. Папа Римский хочет добавить к нему кое-что, чтобы уточнить, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Тихо-тихо, так не пойдет, вероучение не изменишь, говорит Константинопольский патриарх. Я могу это сделать. Нет, не можешь. Я тебя выгоняю. Нет, это я тебя выгоняю. Итак, христианство раскололось. Можно создать новые деноминации. Брат, мусульмане продолжают нападать. Мы должны защитить нашу землю и, возможно, даже вернуть себе Святую Землю. Пришло время крестового похода. Они набирали солдат отовсюду и раздували войну по-настоящему. Это будет самая эпическая священная война за всю историю, и все думают, что Иисус вот-вот вернется. Нет, еще не время. Они нападают, но не возвращают себе Святую Землю. Зато отвоевывают Испанию и Португалию. Это действительно впечатляет. Они вновь завоевали Испанию, они вновь отвоевали Церковь. Очень вдохновляюще. По крайней мере, так казалось. В любом случае, крестовые походы в результате не оправдали ожидания, а Церковь, мягко говоря, подпортила свою святую репутацию. Несмотря на то, что многого достичь не удалось, события продолжали развиваться. Святой Ансельм пришел к выводу, что Бог существует. Он существует, потому что Он такой, какой Он есть. И как раз к периоду средневековой схоластики, позже появляется Фома Аквинский и находит другие причины существования Бога. Он также берет нехристианскую философию и делает ее христианской, потому что всякая истина – это истина Божья. У него есть целая система для понимания всего происходящего, и на борт поднимается католическая церковь. У православной церкви есть альтернатива. И вообще, он не один этим занимается, все пытаются во всем разобраться. А поскольку мы все пытаемся узнать больше о Боге, нам следует узнать и об этом мире, потому что мир – Божье творение. Таким образом, начинают изучать астрономию, естественные науки, математику и музыку, и закладываются основы для современной науки. А теология – царица наук. Было положено начало современной университетской и больничной системе. Теперь, похоже, мы наконец разобрались с христианством. Брат, церковь становится коррумпированной. Рот закрой. Пришло время черной чумы. Все умирают, и никто не знает почему, поэтому все думают, что Иисус вот-вот вернется. Но после того, как чума утихает, у церкви появляется время для веселья, поэтому рождается много действительно великих произведений искусства и прочего. Это Ренессанс. Но кто за все это заплатит? Все просто. Люди покупают индульгенции, а папа дает им меньше времени в чистилище. Да, это действительно коррупция. Пришло время храброму человеку выступить против того, что происходит. Мартин Лютер? Нет, это Ян Гус. Он хочет реформировать церковь. Тут можно создать деноминацию. Вот только он терпит неудачу. Его казнят. Печально. Возможно, надо попробовать еще через сто лет. На арену выходит Мартин Лютер. Ему есть что сказать. На самом деле аж 95 пунктов, поэтому он прибивает их к двери церкви. Может быть, ему удастся исправить то, что происходит в церкви? Но нет, его выгоняют. Однако церкви все равно продолжают поддерживать его и проводить реформацию, поэтому он начинает реформировать учения церкви, говоря, что спасение достигается только верой. Чистилища не существует, а Библия является наивысшим авторитетом. Ситуация накаляется, и все думают, что Иисус вот-вот вернется. Так реформация распространилась по всей Германии. Интересно, происходит ли это где-нибудь еще? На самом деле да, в Швейцарии. Что если бы мы могли объединить две реформации и реформировать всю церковь? Итак, Лютер встречается с Цвингли, главой швейцарской реформации, чтобы узнать, есть ли между ними согласие по всем вопросам. Брат, что ты думаешь о вечере Господней? Хлеб на самом деле не является телом Христовым. Что ты имеешь в виду? Он говорит, сие есть тело мое. Ну, есть, значит символизирует. Нет, это значит есть. Это значит есть. Есть поспокойнее, Лютер. Всего хорошего, Цвингли. Итак, ничего не получилось, и остается две реформации. Лютерания и реформатская церковь. А еще есть радикалы, которые не хотят быть частью ни одной из реформаций, потому что они хотят все изменить, а еще отказаться от крещения младенцев. Появляется деноминация баптисты. Эй, все эти реформации продолжаются? Говорит король Генрих VIII. Но не волнуйся, папа, я никогда тебя не оставлю. Брат, ты не можешь развестись со своей женой, говорит папа. Итак, Генрих убирает папу и делает себя главой англиканской церкви. Добро пожаловать в новая деноминация. Похоже, Цвингли только что умер, так что Жану Кальвину суждено возглавить реформацию Швейцарии. И ему суждено написать большую книгу о множестве вещей, включая то, что все зависит от Бога, особенно вопрос вашего спасения. Он хочет объединиться с лютеранами, поэтому он изменяет взгляд на вечерю Господню. Он говорит, что мы действительно принимаем тело и кровь Христа, только духовно. Он отправляет им сообщение. Его читают, но не отвечают. Джон Нокс переносит реформатские идеи Кальвина в Шотландию и добивается того, чтобы церковью управляли пресвитеры. Тут появляется деноминация. Но англиканская церковь до сих пор не уверена, реформатская она или католическая. Возможно, нечто посередине. Брат, но этого недостаточно, говорят полетания, пытающиеся очистить англиканскую церковь от всего католического. Создается еще деноминация. Некоторые отказываются от попыток очистить церковь и просто убегают в Америку. Требуется некоторое время, чтобы пыль улеглась, но как только это происходит, наступает время протестантской схоластики. А давайте будем записывать все, во что мы верим, и поместим наше убеждение в четкие богословские системы. Голландские кальвинисты пишут все, во что они верят, включая предопределение. Армении один из них, но эта часть ему не нравится, поэтому в ответ голландцы решают прояснить, в чем заключается позиция кальвинистов. Но помимо всего, люди вдохновлены и открывается множество университетов для изучения самых разных предметов. А религиозные убеждения людей вдохновляют их на достижения в математике, музыке, юриспруденции и философии. И теперь, похоже, мы разобрались с христианством. «Брат, все это зашло слишком далеко. Нам нужно меньше этой занудной теологии и больше личного благочестия», говорят пиетисты, которые считают, что литеранские церкви становятся слишком формальными и унылыми. И они изобретают концепцию изучения Библии, потому что все должно быть более индивидуальным. Нечто подобное происходит в американских колониях, где группа людей проповедует, что личный религиозный опыт выше религиозных ритуалов. Это хорошо? Церковь раскололась по этому вопросу. Одним из таких проповедников был Джон Уэсли. Он хотел пробудить англиканскую церковь, которая, по его мнению, духовно остыла. Он создает движение, которое в конечном итоге перетекает в деноминацию методистов. Итак, все эти сомнения в отношении религиозного авторитета заставляют людей подвергать сомнению все. Так начинается эпоха просвещения. Америка задается вопросом, нужен ли им король. Франция идет еще дальше и задается вопросом, нужен ли им бог. Наверное, они будут самыми просвещенными людьми на свете. А нет, они просто всех перебили. Это очень плохо. В любом случае, просвещение делается все более светским. И некоторые люди принимают более дейстический взгляд на бога, что заставляет других думать, что необходимо еще одно великое пробуждение. Люди перестают доверять традиционной религии. Итак, теперь у нас есть пробуждение, социальное движение и множество обществ. Возникают новые динаминации, а люди с новой силой верят, что Иисус вот-вот вернется. Но это все происходит в Америке. А как дела в Европе? Пруссия только что заявила, что лютеранская и реформанская церкви в их стране должны объединиться, и в конечном итоге появляется реформированная церковь. Поэтому некоторые лютеране бегут в Америку. Интересно, как там поживают католики? Мы давно о них не говорили. А у них только что был съезд, на котором они решили, что папа может делать безошибочное заявление. Для протестантов это настоящее безумие. Некоторые из них находятся под влиянием просвещения, следствием которого является богословский либерализм. По сути, христиане перестают верить в христианство. Видите ли, теперь мы просвещенные. Мы знаем, что чудеса не могут происходить, потому что нет примеров того, что они происходят, потому что все возможные чудеса имеют естественное объяснение, потому что все имеет объяснение, потому что чудеса не могут происходить. Все логично. Итак, нет ни порочного зачатия, ни божественного откровения. Иисус не творил никаких чудес и нет никакого воскресения. «Брат, ты отрицаешь основы христианства!» Фундаменталисты кричат на модернистов, которые начинают возглавлять основные церкви. Но фундаменталисты на самом деле не хотят реформировать церкви. Скорее, они хотят убежать, потому что все еще являются выходцами из великого пробуждения и не доверяют всему общепринятому. Например, обычным школам, традиционным университетам, официальной науке. Они хотят покинуть города, потому что думают, что Иисус вот-вот вернется. Поэтому им следует просто уехать в сельскую местность, пока это не произойдет. А с исчезновением фундаменталистов основные церкви становятся еще более теологически либеральными. Эй, группа людей на Азуза-стрит только что пережила серьезный духовный опыт. Появляется новая деноминация. Кстати, вам надоел богословский либерализм? Карл Барт уверен, что ему надоел, потому что после Первой мировой войны он понял, что человеческий прогресс не может нас спасти. Он не фундаменталист, поэтому у него есть своего рода золотая середина. И он подписывает заявление с Дитрихом Банхёффером, в котором говорится, что они не будут фашистами. А после начинается Вторая мировая война. Да. После окончания войны формируется государство Израиль, усиливается диспенсационализм, и именно здесь люди думают, что Израиль сделает что-то, и Иисус скоро вернется. Кроме того, некоторые фундаменталисты стремятся к более дружественной, диетической версии фундаментализма, частично потому, что им не нравится расовая сегрегация. Говоря о евангелистах, многие церкви являются внеконфессиональными. На самом деле это бавтистская церковь, но не важно. И многие консервативные христиане стекаются в эти внеконфессиональные церкви из основных церквей, что только приводит к тому, что основные церкви становятся более теологически либеральными. Интересно, а что там у католиков? У них только что был очередной совет. Они уточнили, что папа непогрешим только в очень особых случаях. И они считают, что протестанты по-прежнему технически христиане. А это значит, что они могут стать более едиными. Как там восточная православная церковь? Переживает преследование. А как дела в древневосточной православной церкви? И там преследование. Эй, а могут ли женщины быть пасторами? Да, сказали либералы. Нет, сказали консерваторы. И либералы побеждают. Поэтому консерваторов выгоняют. На самом деле не выгоняют, но они все равно убегают и создают свои собственные евангелические динаминации. Это только приводит к тому, что основная церковь становится более теологически либеральной. У евангелических конфессий теперь новый стиль музыки поклонения, и их число растет, хотя христианство на западе в целом рушится. Однако оно стремительно развивается в Африке и Азии. Эй, а может ли быть брак между мужчиной и мужчиной? Да, сказали либералы. Нет, сказали консерваторы. И либералы побеждают. Поэтому консерваторы снова разбегаются. И на данный момент традиционные церкви настолько богословки либеральны, что большинство церквей внутри них вообще по сути не верят в христианство. Итак, если вы приедете в Америку и пойдете в любую старую церковь в центре города, например, в первую пресвитерианскую церковь, первую методистскую церковь или первую какую-либо церковь, скорее всего, эта традиционная церковь на сегодняшний день стала очень либеральна. Что касается традиционной православной церкви, то там, конечно же, есть искренние христиане, однако большинство предпочитают верить в сердце и заходят на службу только на Пасху и Рождество. Есть евангелические церкви, в которых немало искренне верующих, но они нередко находятся на задворках общества. Традиционные церкви до сих пор называют их сектами. Итак, христианский мир сегодня находится в очень непростом положении. Однако, несмотря на все разнообразие и множество внутренних и внешних вызовов, Господь продолжает вести и развивать свою церковь, подготавливая ее к своему второму пришествию. Да, мы по-прежнему верим, что оно скоро произойдет. И это будет самое торжественное событие во всей запутанной многострадальческой истории христианства. Субтитры создавал DimaTorzok